всем привет с вами снова юля сегодня мы поговорим о стемпинге вот у меня есть штампики их я подписала по цене потому что я все цены не запомню это точная цена рубли копейки за сколько я их взяла со всеми были скребочки про скребочки я вам тоже расскажу мы все это сейчас попробуем вот у этого было два скребочка потому что у него тут есть маленькая сторона большая так здесь у меня краска для стемпинга специальная вот белая черная золотая серебряная цены тоже рядышком вот эти сменные штучки 28 рублей 28 копеек были куплены для вот этого штампика потому что он очень быстро кружится так здесь пластины давайте сразу я вам покажу чтобы потом не возвращаться к этому вопросу 81 рубль 66 копеек вот такая была я очень люблю всякие надписи ну тут про сестру брата маму папу я переводила все так дальше у нас 66 рублей такая летняя тема дальше самая дорогая у меня пластина вышла 140 рублей 53 копейки на ней очень много всего вот такая вот кстати 140 рублей для такой пластины это очень смешная цена для сравнения вот эти кругленькие у нас в магазине стоит 150 рублей на алиэкспресс причем у них номера и рисунки совпадают я подозреваю что они заказывают тоже на алиэкспресс и перепродают бешеную цену делают так ну вот такая стоила вот в принципе вы видите средняя цена 20 рублей таких пластиночек новогодние специально заказывала к зиме но пришла она ушла очень долго я не дождалась и и она мне уже понадобится только на следующую зиму так вот такая 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 вот и еще у меня есть квадратные вот такие цветочки симпатичные и и вот такая самая прикольная 66 рублей 53 копейки позы так ну что приступим к эксперименту вот я выбрала первую попавшуюся пластину так как мы будем сегодня испытывать штампики все пластины проверенные очень хорошо отпечатывается главное уметь все это надо быстро делать чтобы не засохло вот в этих вот там штучках то есть сейчас мы с вами посмотрим как отпечатывается рисунок на штампе потому что штампа со всех штампов рисунок на типсы ложится идеально поэтому нам важно как на штампах отпечатается поэтому типсы сегодня портить не будем давайте начнем с вот этого маленького используем также их родные скребки так сейчас я протру все сначала чтобы не тратить время ни ваше ни мое видимо не дотерло надо было сначала протереть а потом не тратить ваше время так штампик значит протираем скребочек саму пластина протерли приступим так мажем надеюсь вам будет видно так быстренько мажем быстренько скребочком скребок отвратительный сразу прошу заметить берем рисунок все отлично так вот протерт у нас скребок пластина сама протерла дальше будем использовать вот этот штампик для частоты эксперимента мы используем тот же рисунок тоже гель-краску да гель-краску так штампик родной берем отпечатываем здесь я сама уже свезла так все взято тоже отлично теперь на этом же штампике пробуем мелкий какой-нибудь рисунок давайте вот такие вот цветочки возьмем берем родной штампик маленький то ли я не прокрасила то ли скребок не очень так берем этой стороной тут тоже все хорошо поехали дальше так следующий штампик испробуем все то же самое тоже рисунок тоже гель-краска родной скребочек о господи родной скребочек не очень ай смазала сейчас заново попробуем так все снова протерто заодно скребочек еще раз попробуем нормально так все четко так следующий штампик пробуем прозрачный самый последний мне кстати должен был еще прийти один я вот так не дождалась спор открыл денежки вернули здесь кстати плохой родной штампик краску всю практически забирает из рисунка этот штампик мне пришлось забафить так как он вообще брать не хотел вот смотрите вот здесь штампик забрал всю краску давайте попробуем с другим скребочком так мне понравился вот этот скребок и вот этот черный так что попробуем розовеньким тогда не этот скребок через раз вот теперь он все взял кстати я когда сказала что штампик забрал всю краску вот посередине того тут у больших листочков не штампик а скребок то есть прозрачного этого скребок плохой протирать нужно сразу же иначе краска засохнет и потом ее будет сложно оттирать ну и только вы видите хочу рассказать дополнительно по поводу всех штампиков а вот этот штампик он неудобный так как он маленький и у него борта очень высоко сравнивать с этой подушечкой то есть подушка не торчит когда вы нажимаете бортами вы упираетесь в этот в палец вот про этот ничего плохого сказать не могу он меня полностью устроил все отлично все хорошо и скребок у него хороший этот скребок на выброс от этого так вот этот штампик у нас конечно хороший но у него есть один большой минус когда его протираешь он вылезает у него подушечка очень коротенькая вылезает его постоянно вправляешь потом снова его протираешь он опять вылетает в общем очень неудобно слишком уж маленькую подушечку сделали так у этого штампика в принципе минусов как таковых нет вот кроме того что он обколупливается но эта подушечка столько стемпинга пережила он пришел мне самый первый и весь стемпинг я делала только им вот эти все новые я ими еще не делала поэтому тестили мы сегодня с вами первый раз их так ну все то что я вам хотела по стемпингу рассказать вот эти подушечки я специально купила их кстати приходится забавливать потому что он не берется все остальное я не бафила а тот который мне пришел и похоже его и не дождусь я его ждала чтобы видео снять но все таки не дождалась на этом все ставьте пальцы вверх подписывайтесь впереди много видео интересного всем спасибо всем пока еще хотела добавить забыла доснимаю теперь взяла для стемпинга специально такую гель-краску вот такую специально сначала когда у меня гель-краски не было для стемпинга специально я взяла вот эту она очень густая не течет совсем это можно так вот увидеть но она не подошла для стемпинга отпечатывается слишком как бы вам сказать плохо очень не пигментированно поэтому и она кстати стоила дорого 140 рублей вот такая я конечно расстроилась сначала но потом я приноровилась этой гель-краской рисовать венделечки или рисунки какие-нибудь или вот например вот здесь я делала борта обрисовывала то есть вот она один слой все нормально хорошо пыталась покрасить просто весь ноготь но она полосит так как очень сильно густая поэтому она не выравнивается и ложится полосами поэтому только вот это вот только для рисования ну теперь надеюсь точно все вроде я ничего не забыла теперь точно всем пока спасибо 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 спасибо